Привет, друзья! Андрей Сиротин, Портал Гоха.ру И сегодня хочу сделать небольшой анонс того, что нас ждет в следующие две недели в июле. С момента того, как наша сборная по хоккею выиграла золотые медали, у меня есть навязчивая идея сделать какую-то сборку и назвать ее «Красная машина». Из-за того, что она красная, соответственно, она должна быть на AMD. И, наконец-то, в июле у меня дошли до этого руки. Я у наших партнеров взял немного компонентов, соответственно, у ребят из Cooler Master я взял корпус. Вот он стоит, MB500, соответственно, взял 700-ваттный блок питания и водяное охлаждение ML120L. Первый раз буду делать что-то на воде, ни разу с этим не сталкивался. Уже в комментариях в ВКонтакте уже были замечания, что 120 это мало, надо брать 240 или 280. Не знаю, посмотрим, хватит ли 120 или нет. Соответственно, из начинки это будет материнская карта AMD от компании Asus, ROG Strix X470, камень, соответственно, тоже AMD, Ryzen. Все его почему-то называют Рязань, не понимаю. Еще у Asus я взял видеокарту Asus тоже ROG Poseidon 1080 Ti. Она имеет гибридное охлаждение, ее можно охлаждать и воздухом, и водой. Соответственно, на нее сделаю отдельный видеообзор. На корпус тоже сделаем обзор, на мать сделаем обзор. Обязательно, кстати, есть штука такая, называется ИБП, он же источник бесперебойного питания. Обычно люди задумываются о покупке ИБП, когда у них что-то сгорает. Из-за того, что я живу за городом, тут нестабильное напряжение. В принципе, такие вещи обязательно нужны, у меня уже есть один. Взял у ребят из AeroCool еще второй на 2 кВт. Собственно, его тоже попробуем, обозреем и скажем, насколько он актуален. Еще бонусом недавно была презентация нового игрового телефона. Вы же любите все игровое. Новый игровой телефон от компании также Asus, называется он Zenfone Max Pro. Отчет к презентации уже есть у нас на портале, ссылочку сделаю в описании. Ну и, собственно, я взял сам телефон, посмотреть, насколько сейчас комфортно и интересно вообще играть на телефоне. И насколько попугаев будет он в тесте. И, конечно, совсем забыл сказать про память. Мы будем использовать оперативную память от компании HyperX. Две планочки по 16 гигабайт. Вот такие красненькие. У меня в моем основном компьютере уже она установлена. В принципе, очень мне нравится, всем доволен. 32 гигабайта сейчас это много, достаточно, в принципе, 16 для того, чтобы все работало. Но мы делаем с запасом 2 по 16, пусть будет 32. И впервые сталкиваюсь, опять же, SSD-шник на половину терабайта от компании Kingston по технологии M.2. Попробуем. Материнка с ним совместима. Посмотрим, как это работает, насколько он быстрее обычных HDD или SSD, которые подключаются другим способом. Примерно вот такие обзоры нас ждут в следующие две недели. Постараюсь все это быстро собрать и сделать видео и текстовые материалы специально для GoH.ru. Андрей Сиротин. Увидимся. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Продолжение следует...